Время идёт, а версий всё больше у СБУ. Есть уже шесть вариантов, из-за чего могли организовать покушение на журналиста Павла Шеремета. Глава службы предупреждает, что смерти могут продолжиться, а убийства лишь часть большого плана. Могу подтвердить, что одна из основных версий, которая рассматривается сейчас силовиками, это попытка через это убийство дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства. Но не только это используется убийство. Будут ещё и другие новости, которые, к сожалению, будут пытаться использовать для того, чтобы показать, что в Украине нет власти, что силовики не контролируют ситуацию. Другие данные силовики пока раскрывать не хотят. Известно, что сотрудники ФБР уже помогают украинским специалистам. Помните, подмогу вызвал накануне Пётр Порошенко. Тем временем в Киеве почтили память Павла Шеремета. Коллеги, зрители, слушатели, читатели, журналисты и просто неравнодушные жители города собрались на Майдане. Я сегодня особенно чётко осознал, что когда пишут «погиб белорусский журналист», это только половина правды. Погиб украинско-белорусский журналист. Человек, который действительно принял нашу страну и при этом остался большим патриотом своей. В акции приняли участие более сотни человек. Они вспоминали, каким был Павел. Журналист не стеснялся ни острых вопросов, ни укоров в сторону власти. У него было своё особое мнение по поводу того, что сейчас происходит на Украине. И несмотря на критику с его стороны, многие чиновники относились к журналисту с уважением именно за его профессионализм. У нас была переписка с ним, последняя, эсэмэски. Последний раз он мне писал 6 июля. Хотел бы в 9.05 позвонить тебе из эфира по поводу Онищенко на 7 минут. А я ему ответил, что в эфир выходить не буду. А он так с троллингом. Но ты же в коридорах Верховной Рады отвечаешь на вопросы журналистов. Это последняя переписка, которая у нас была. И мы такие переписки вспоминаем, когда человека уже нет. С троллингом, ты же в коридорах. Добавлю похороны Павла Шеремета. Запланированы на завтра. Теремония пройдёт на родине журналиста в Минске.